всем шалом мы сегодня продолжим 20 главу книги хискера просто того как рог перечислил грехи народа израиля до их входа в землю израиля сегодня мы то есть вы видели тему тема на два пути к избавлению двух путях к избавлению но сначала то есть пророк оканчивает скажем так свое объяснение выговор то есть то что всевышний говорит народу израиля по поводу того что они себя плохо вели до захода в землю израиля и сейчас он продолжает пророк говорить что делал народ израиля после он вошел в землю израиля видение и говорится следующее посему говорит дому израиля сын человеческий и скажешь им так сказал господь бог еще вот чем оскорбляли меня отцы ваши вероломно поступая против меня а я привел в землю которую подняв руку мою склятво я обещал дать им но они высмотрели себе каждый холм высокий и каждое дерево ветвистое приносили в жертву там жертвовался и гневили меня интересная вещь тут повторяется стих почти слово в слово только в обратную сторону есть их книги дворин где всевышний говорит уничтожить на всех холмах высоких и под каждым деревом идолопоклонство которые делали кнаанийские народы и тут используют те же самые слова то есть на каждом то есть дереве ветвистое приносить жертвами холм высокий и каждое дерево ветвистое то есть вместо того чтобы уничтожить ребята вы там сами приносили свои жертвы как эти народы и гневили меня там жертвоприношением своим ставили там курение благовонные свои возливали там возлияния свои и сказал ей что это за бома бома это жертвенник на возвышенности запрещенные кстати бома раша и радак объясняют что это игра слов от слова бома то есть да бома что в ней это пустота выстроили эти жертвенники зачем то есть да бома что в ней что это что вы не нашли вы туда их доставили куда если вам что это за бома куда вы ходите поэтому называется именем ее бома до сего дня назвали бома то есть типа чего вы ходите в пустоту говорит дальше про посему скажи народу израиля так сказал господь бог разве когда путями отцов вашими вы спривняете себя и вслед мезры вслед за мерзостями их блудите вы принося дары ваши приводя сына и ваших через огонь снова намек на то что он говорил про что всевышний заповедовал давать первенцев всевышнему то чтобы они служили все очень талии выкупы так далее а они используют для чего-то чтобы давать молитву проводили через огонь то есть в обратную извратили вообще заповедь всевышнего вместо того чтобы дать всевышнему то есть чтобы они служили в храме и так далее вместо этого а них бросали в огонь молитву извратив заповедь принося дары ваши проводятся на и вашей через огонь когда восприняете себя всеми идолами вашего до сего дня я откликнусь на призыв ваш до Израиля. Жив я слово Господа Бога, не откликнусь на призыв ваш. Окей. Что у нас выходит? То есть, Всевышний, в принципе, мы помним, то есть, в самом начале главы пришли старейшины народа Израиля вопрошать пророков, и Всевышний им, скажем так, через пророка выдал, почему он не собирается им отвечать. То есть, да, все, что они сделали плохого. То есть, да, народ это тоже описывает. Народ Израиля, даже после того, как они зашли в землю Израиля, они продолжили дышать. Особенно в чем? Выдал о поклонстве и особенно службе молых, к нанейскому божеству. Таким образом, приходит, скажем так, эта историческая справка, историческая сводка, которую дал пророк о поведении. Прошу прощения, немножко много говорю, это не корона. Я, кажется, так много говорю. Так вот, в принципе, к своему пагею доходит. Для чего это была справка? Сказать, вы пришли вопрошать, после всего, что вы сделали, все эти мерзости, вы ко мне пришли просить, я вам буду отвечать. То есть, вам это кажется логичным? То есть, в принципе, 31 стих, который говорит, принося дары ваши, приводя свои ваши языки, я откликнусь на призыв, ваш дом Израиля. Живие Слово Господа, не откликнусь на призыв, я вам отвечать не буду. То есть, что вы спрашиваете? И вроде, то есть, все, то есть, как бы, я не отвечу. И тут происходит неожиданный поворот событий. Вдруг, после того, что Всевышний сообщает, что он не ответит народу Израиля, все заканчивается совершенно по-другому. Дело в том, что в следующей стихе, которую мы сейчас будем читать, что происходит, и вдруг есть, скажем так, резкий поворот в отношениях Всевышнего народа Израиля. Тут очень интересная вещь. Это есть в первой части книги Хискель почти нет утешения. Книга Хискель построена так, что сначала по голове, по голове полет, споранул, то что называется, а Нехама, утешение во второй части книги. В первой книге есть иногда проявление, мы видели это уже в одиннадцатой главе, есть несколько стихов утешения, мы видели в шестнадцатой главе несколько стихов утешения, и это здесь третий раз, когда будут стихи утешения. Почему? То есть, скорее всего, от мощи претензий, а мощи греха и проблемы, которые в отношениях, Всевышний вынужден через порога сказать в этом месте слова утешения. То есть, как, то есть, вести в пропорции, то есть, да, как говорится, шеф, не все потеряно. Вот. И дело в том, что, мы говорим, здесь резкий поворот. И этот резкий поворот происходит двумя описаниями, которые стоят рядом с друг другом, но отличаются друг от друга. У нас есть первое описание, это стихи с 32 по 38, и второе описание с 39 по 44 стих. И тут, как это мы видим, что это разное описание, то есть, во-первых, мы это увидим по смысловому завязке, во-вторых, Ихискель постоянно, когда хочет отделить одну тему от другой, он использует очень фразу, повторяющую, что уже не первый раз он это делает, он говорит, вы еда Атемки, а не Ашемки, познайте, что я Господь. То есть, когда он договорит эту фразу пророк, то есть, в этом, то есть, первая тема закончилась, переходим к следующей. Так он делит. Итак, давайте прочитаем и увидим, что происходит. Итак. И в задуманном вами не бывать тому, то есть, да, то, что вы задумали, этого не будет. Не бывать тому, сказанному вами будем, как другие народы. То есть, да, что вы народ Израиля сказали, мы будем, как другие народы, этого я вам не дам сделать. Задуманно это не произойдет. Кстати, это уже не первый раз, когда народ Израиля хочет быть, как другие народы. Это мы видели в книге Шмуэля, когда они просили дать им царя. Когда они просили подать им царя, Всевышний очень, скажем так, жестко на это решил. Когда Шмуэль говорит, а они меня не хотят, так далее. Всевышний говорит, они тебя не хотят, а не меня не хотят. Они хотят быть, как все народы. То есть, это не первый раз происходит. Итак, говорит Всевышний. То есть не бывает тому, сказанным, мы будем как все народы, как племена других стран служить дереву и камень. Хотите быть как все неевреи, этого не будет. Жив я слово Господа Бога, рукою крепкою, мышцей простертую и яростью изливаю себя во царюсть я над вами. Смотрите, какие слова используются. Мышцей простертую, рукою крепкую, ничего не напоминает? Напоминает выход из Египта, правда? Это те же самые слова. Только там Всевышний это говорил, что я использую мышцы простертую и так далее, чтобы спасти вас от Египта. Теперь я вот этой мышцей из простертую буду спасать вас от самих себя. То есть я вас от вас же самих и спасу. То есть я вас выкорчеваю от себя же. Для чего? То есть я мощью этой стану вам царем. Читаем дальше. И приведу я в пустыню народа, и там буду судиться с вами лицом к лицу. В пустыню. Там он вывел после Египта в пустыню. И здесь выводят в пустыню. Только в пустыню народа. То есть я вас оторву от народов и выведу там, где народов нет. И там я с вами буду разбираться. Как судился я с отцами вашими в пустыне, земле Мицраем. Так буду судиться с вами слово Господа Бога. И проведу вас под скипетером, и введу вас в узы завета. И выведу из вас мятежников, и отступивших от меня из страны, пребывания их выведу их в землю Израиля, не войду, и узнаете, что я Господь. О, что мы здесь читаем? То есть изначально мы прочитали, что Всевышний больше не будет отвечать народу Израиля. То есть до этого читали. Все, до свидания. Что мне с вами говорить? Всевышний сообщает, то есть да, нет. Мы с вами не расстаемся. Всевышний не собирается оставить народ и разорвать завет. Ни в коем случае. Союз продолжается. Более того, Всевышний собирается царить над народом Израиля и дальше. Даже если народ этого не хочет. То есть да, Всевышний уже народ не спрашивает. То есть если надо, мы с той простертой мощью насильно будут царить. Дальше что происходит? Из этого выходит описание, что Всевышний выведет народ Израиля из власти под народами, которые они будут в пустыню. То есть да, той же мощью, той же силой он войдет к Ат-Изигееву, как мы сказали. И он их приведет в месте, где он будет судить. То есть да, и получается, что есть товарищи, которые не удостоятся войти в землю Израиля. На что это похоже? Как первое поколение пустыни. Всевышний вывел из Эгипта, пустыни их судил, те, которые недостойны были, остались в пустыне навсегда. То же самое произойдет и здесь. То, что он говорит. То есть да, я буду вас судить, а потом разберемся. Кто войдет, а кто останется здесь в пустыне народа. Теперь, то есть он говорит, все плохие останутся. Теперь, сколько останется, сколько войдет. То есть да, сколько, то есть как мы это знаем. У нас есть какая-нибудь индикация числа, кому в пустыне, то есть навсегда остаться, скажем так, погребенным, то есть вырванный из народа, с одной стороны, с другой стороны, не вошедший под сенью Всевышнего в земле Израиля, как говорит пророк. Есть ли у нас это? Есть. У нас есть намек. Какой намек? Говорит пророк, то есть Всевышний говорит народу, и проведу вас под скипетром, и выведу вас в узы завет. Скипетром, это не в дославное слово, неправильно, на иврите это звучит так. Вы и варки утхем тахата шевет. Шевет, это вообще палка пастуха тоже, кроме скиптера. И у нас есть фраза, которая в книге Вайкра, очень скоро мы ее будем читать, а точнее на ближайший шаббат, где описывается на, о десятине животного. И там сказано, то есть тот, который падает под палкой. Как животное на десятину отделяет, пропускают животных один по одному, и считают первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый святой всевышнему, это десятина. То есть всевышний, получается, проводит, как подшевет. То есть он проводит тех, кто уйдет, получается, он заберет тех, которые, понятно, то есть к святому, то есть это как животные. И это десятина, то есть получается, выживет каждый десятый. Все остальные будут засужены, как злодеи, заплатят за свои дела. И если мы правы в нашем намеке, то это, в принципе, связано с прямым пророчеством пророка Ишаяу, который говорит, что десять человек всего лишь будет. Говорит пророк Ишаяу, «Вераха кашемита Адам, верабаха зубах, бекерефар». То есть, «Я отдалил Всевышнего человека и увеличилась опустошенность в земле, в Израиле». «Ве отба асирея в Ишава вага итали ве». И, в принципе, и останется в них десяток, то есть одна десятая вернется. То есть, в принципе, Ишаяу говорит, что вернется всего лишь десятая часть. Таким образом, это, если мы объясняем то, что говорит Ихискель, то есть намекая про Шевет, что это десятая часть, то есть это связано с тем, что Ишаяу говорит о том же самом, о том же времени. Окей, то есть у нас картина нарисовалась, определенно мы поняли, у нас есть. Всевышний в конце концов не даст нам быть похожими на другими народами, он не даст нам жить среди других народов, не даст нам рассеяться с них, он просто насильно вырвет, заведет куда-то, рассудит, называется грешников, то есть как первое поколение в пустыне, уничтожит, и тех, которые решили, что введет землю Израиля, введет. Это одно видение. Это один вид избавления. Окей, один путь. Не самое приятное, да? Второй путь, как мы сказали, есть, и познайте, что я Всевышний. Вдруг описание другое идет, читаем дальше, следующее описание, с 39-й головы идет дальше, а вы дом Израиля, так сказал Господь Бог, каждый кидлом своим, идите и служите им, а после того, если не слушаете меня, то имя святое мое, не оскверняй, не более дарами, вашими идолами ваших. Если вы поклоняете силам, знаете, вот идите им поклоняйтесь, не надо мне ничего приносить. То есть, ты не можешь работать на двух свадьбах. Ты не можешь это делать на двух свадьбах, по причине того, что если ты уйдал, иди лучше к иглам, тогда не надо скверять мое имя. Идем дальше. Потому что на горе святой моей, на горе величьего Израиля, кстати, намек на окончание времен, где Всевышний будет на великой горе, слово Господа Бога, там будет служить мне весь дом Израиля, весь он на земле тот. Там я благоволить буду к ним и потребую возношений ваших и дары первенок ваших со всем освященным вами. В аромате благовонном удостою благоволения вас, когда выведу вас из народов и соберу вас из стран, в которых рассеяны вы, и освящусь и вас перед глазами народов. И узнаете вы, что я Господь, когда выведу вас землю Израиля, в страну, которая поднял руку, свою колясть дать отцам вашим, и вспомните там пути ваши и все деяния ваши, которые восприняли себя, и будете презирать самих себя за все злодеяния ваши, которые совершали вы. И узнаете, что я Господь, когда поступлю с вами ради имени моего не по путям вашим злым и не по деяниям вашим извращенным. Дом Израиля, слово Господа Бога. На этом заканчивается 20 глава. О! Мы тут явно видим совершенно другое описание. У нас, в принципе, несколько, то есть в трех вещах сильно отличается описание, второй, скажем, это называется, это второй путь избавления. Он сильно отличается от предыдущего, от первого. Во-первых, в первом описании у нас было что? Что Всевышний выведет сначала нас в пустыню народов, то есть оторвет отсюда, делает такую пустыню, там нас засудит и кусочек введет. Когда мы читаем это описание, мы не будем ни в какой пустыне народов, а Всевышний прямиком нас приведет куда? Прямо в землю Израиля. Напрямую. Это отличие. Более того, сказано, коль бейт Исраэль кура, то есть весь дом Израиля войдет, никаких десяток человек, все. Все войдут. Кстати, описание явно не оставляет сомнением, то есть потом сказано, то есть вы устыдите за свои злодеяния, то есть злодеи тоже войдут. По этой причине тут явно войдут все и сразу. Это первое сильное отличие. Второе отличие. Вещи, то есть исчезают жесткие слова. Если в первый раз говорили, то есть что Всевышний использует мощью свою, мышцу и так далее, для чего? Чтобы вырвать из народа и спасти их от самих себя. То есть Всевышний мощь обратит на народ Израиля. То во втором описании сказано, что то есть я буду вас туда брать без всякой мышцы, без всякой силы и так далее. То есть я вас соберу. Вы рассеялись, я вас соберу назад. То есть мягко. То есть все будет мягко. И последнее отличие, в отличие от первого писания, то есть, что Всевышний будет царствовать мощью своей силы, то есть насильно будет царствовать. Во втором писании описывает, что народ Израиля пройдет сам процесс внутренний, в котором он сам раскается в своих грехах, сам осознает, что ему самостоятельно стыдно от того, что было. То есть произойдет как бы самопроцесс. Тут, то есть что мы можем сказать? Скорее всего, пророчество показывает два пути избавления, скажем так. две, скажем, опции, которые лежат на столе. И так как пророк показывает две опции, то в конце концов он говорит, ребята, народ Израиля, выбор за вами. У вас есть одна опция. Смотрите, союз со Всевышним разрушен не будет никогда. То есть не будет, по факту, никогда не будет. То есть нужно понять, Всевышний никогда не оставит свой народ. Ни в каком виде. Есть первая опция. плохая. Как говорят наши мудрецы, в тратате санерин. То есть, да, если будете хорошо, быстрее, быстро, хорошо идти, то Всевышний даст быстрое избавление, мягкое. Будетесь, а плохо вести, то будет по-плохому. И это, то есть, первая опция. Первая опция – по-плохому. То есть, в принципе, говорит пророк, то, что если вы будете, то есть сами не проведете процесс, мощность Всевышнего заставит быть вас подчиненными, оставит только десятину и так далее. Есть опция вторая. Все вернутся, все избавятся, но вам придется пройти, скажем так, внутренние изменения. Причем пророк явно оставляет опцию. То есть, да, выбор за вами. Но если мы присоединим еще то, что мы говорили на прошлом уроке, то есть, на прошлом, первую часть 20 главы, когда описывались грехи. Помним, объясняю, что грех, который описывал, мы видели это, сравнивая с настоящим описанием в Торе, мы видели, что в Торе вообще этих вещей не было. То есть, да, что-то как-то загнули палку с грехами. То есть, пророк загрегивает палку. И это было, мы сказали, это специально делается. Для того, чтобы показать, что зародыш лежал там, и это развилось до страшных вещей. То есть, в принципе, все затянуло за тем. Таким образом, мы можем сказать и здесь. Первое описание, это необязательное, что произойдет. Это альтернативное описание, которое по-настоящему должно остаться альтернативным. Все зависит, в конце концов, снова от нас. Это описание специально загнутое, перегнутая палка, но у нас и между этим и описанием, то есть, избавление, тем избавлением, который Всевышний во втором писании писал, мягкое, простое, так далее, вы грешили, так далее, вы рассказали, все будет хорошо. Есть много серого. Поэтому может произойти разные комбинации между этими двумя крайностями. Когда, конечно, крайность вторая, второму описанию намного более приятный. Намного более, скажем так, приятный процесс. Мы можем прийти в землю Израиля селективно, часть людей умрет и не дойдет до земли Израиля, погибнет так или иначе. И все будет не так уж и легко. И будет кровью проливаться, но Всевышний в конце покажет, что он от нас не... То есть, как только мы заходим, захотим быть, как все народы, Всевышний нас вытащит, засунет в пустыню народов, где все народы от нас откажутся, и там он нас будет судить. И потом будет вести нас кусками. Один путь. Кстати, он может произойти или не произойти. К сожалению, у меня есть некоторые намеки, что он произошел в конце концов, в каком-то смысле. Так или иначе, может быть, не так, как Всевышний. То есть, слава Богу, не каждый десятый. Выжило намного больше. По этому я сказал, то есть, есть большая серая, то есть, да, может быть, более по-другому произойти. Разных вариантов. Единственное, что стоит обратить внимание, что причина, по которой Всевышний будет спасать, она не из-за того, что мы хорошие, не из-за того, что мы прислали, исправились, и даже не, потому что мы будем раскаиваться потом. То есть, если мы процесс начнем, мы не закончим, то Всевышний все сделает. Мы потом расскажем, нам потом будет стыдно. Мы уже об этом говорили. Но Всевышний все сделает, и он не спасает нас даже в заслугу отцов. Он нас спасет Лиман Шми ради имени моего. То есть, вы мой народ, вы мой флаг, вы меня позорите. Мне приходится сделать какие-то другие действия. Поэтому, кстати, лучше поклоняться этим идолам, чтобы не позорить меня, не оскверняйте меня. Окей, то есть, это понятно с этим вопросом. Есть еще интересный момент, который я хочу на этом закончить, что я застричь на нем. Обратили внимание, что во втором описании два раза повторила фраза «И вы познайте, что я Бог». Мы сказали, что фраза «вы познайте, что я Бог», она обычно связана с чем? Она показывается тем, что здесь есть две темы. То есть, во второй теме второго избавления, второго пути избавления есть тоже две темы. Какие две темы? Дело в том, что там есть, скажем так, что народ Израиля будет исправляться. То есть, произойдет справление в двух аспектах. В аспекте материальном и в аспекте духовном. Есть разделение между материальным аспектом, после которого есть «вы я даатем» и «познаете», и духовным. Сначала сказано, что? Сначала сказано «И узнаете вы, что я Господь, когда выведу, введу вас в землю Израиля, в страну, которая подняла руку свою, кляняясь дать отцам ваших и вспомнить о пути ваших и так далее, и так далее». То есть, в принципе, сначала народ Израиля признает величие Всевышнего, понимая то огромное милосердие, которое он сделал нам, дав нам свободу, назад нашу страну, назад развитие наших государств. То есть, в принципе, все материальные вопросы. Это первое наше познание, которое приведет к следующему этапу. И узнаете вы, что я Господь, когда поступлю с вами ради имени моего, не по путям вашим злым и не по деяниям вашим извращенным, дом Израиля, слово Господи. То есть, в принципе, что там происходит, что мы признаем величие, меры и милосердие Всевышнего, понимая, что он поступил с нами по великому милосердию, он нам дал то, с чего мы не заслужили. Это духовное исправление, духовное понимание и духовное осознание. То есть, и материальное, и духовное. Тоф, если мы подведем итог нашего урока, то что у нас получилось. Мы увидели два пути, которые сует нам пророк избавления. Один пророк, путь тяжелый, суд насильно приведет нас, спасет нас от себя, уничтожит 90% от нас. Или второй, приведет, даст, исправит и все, и мы сами осознаем, что мы были неправы и раскаемся. Между этими двумя вещами, то есть, один путь это альтернативный, а выбор за нами. Между ними много серого. Может быть, избавление может произойти между этими крайностями в разных направлениях. Может быть, исторические события, которые мы уже видели, уже произошли. Кроме этого, мы понимаем, что народ Израиля пройдет два этапа сознания. Материальное и духовное. Сначала, благодарность материальной за все те блага, за дарование государства, за возвращение земли и так далее. Это мы возблагодарим. Следующее понимание придет о благодарности Всевышнего за то, что он поступил с нами, не по злодеям. То есть, в принципе, мы осознаем духовное его величие с точки зрения меры милосердия. Топ, на этом мы сегодня закончим. Смотри, батарейка выдержала. Скоро она погибнет, но на этом мы закончим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...